Шила хвости, хохлаты чернеди, воли, красноголовых нырков и многих других водоплавающих птиц. Да, я сфотографировала лебедей и шапулов, этим даже заинтересовалось телевидение, заинтересовались мертвочеры из региона, заинтересовались фотографы дикой природы. Я говорю, не хотите ли вы рассмотреть варианты сделать блог улитки Марты в цели? Я говорю, вообще не рассматривала, какие предложения, они говорят, ну слушайте, давайте мы вас будем поддерживать. Я говорю, ну смотря как, ну в общем-то они не плохо справляются, потому что просмотры постов там по 200 тысяч, то есть я, ну, как бы они применяют свои алгоритмы. Обыкновенное время забыла найти в организме с птенцами. Родители сначала его строили, потом носили туда планы для птенцов, и все это попало на фотоснимки, соответственно. Дозновидная камышевка тоже отмечалась в каждом, в каждом из сезонов, начиная с 2020 года. Получается пересечение интересов между любителями и ученым. Любителям интересно, что они видят, что они сняли. Ученым интересно получить какие-то новые сведения с тех мест, с которых они, ну, не могут их получить. Ну, если в мегаполисах информация более-менее доходит нормально, потому что, ну, как, хотя бы каким-то образом, уровень населения, образовое население выше, то вот в долетных уголках России все намного сложнее. У нас очень много всякого интересного. Я очень хорошо знаю, где это все у нас в регионе найти, потому что я там провожу около шести месяцев в году. И если у кого-то еще сленки не потекли до этих птичек, то сейчас еще немножко покажу. Странные люди, которые снимают маленькую птичку большими фотоаппаратами. Я тогда еще не влекалась бродвочин, но вообще не знала, что это нормально, и что уже в 2022 году будет вот такая картина. Это, по-моему, в главном ботаническом саду Террицын. Ладно, извините. Может, кто-то себя узнал? Это фанаты сынчиков, которые постоянно с собой. Значит, все птицы, значит, морские, в отношении китов, значит, вели себя как нормальные птицы. То есть там, где, значит, больше китов, обычно они, значит, птицы это сам привлекают. Вот, соответственно, понятно, потому что киты выгоняют планктон этих рачков на поверхность. Вот, питаться. Ну, интересная была реакция вот чернобрюхой кочурки, которую показывал Николай Борисович, которую вот можно определить, когда она только вот так вот сам повернется, соответственно. Вот ее киты привлекают, но чтобы их было мало. Что мы сейчас знаем про взаимодействие птицы пластика в Российской Арктике и сопредельных морях севера Дальнего Востока? Зафиксировано пока включение гнезда ОУ-13 видов, которые перечислены здесь на слайде. ОУШ выделено красным, потому что у нее 100% загрязнение пластика в его включении. В каждом гнезде находятся какие-то обрывки пластика, и не всегда это хорошо заканчивается, потому что были случаи уже обнаружения птицов, которые прорастались в госпластиках. Запутывание птиц зафиксировано для 10 видов. Красным цветом выделены виды, для которых зафиксированы летальным, с летальным исходом это запутывание. Здесь как раз слайды из Актики, с острова Вальгач, с севера Барнисового моря, с острова Виза. И третье, заклатывание, это может быть наименее исследованный.